Сергей Николаевич, поскольку сегодняшняя наша встреча посвящена исключительно обращению к молодежи и тем людям, которые только входят на путь познания той системы, о которой вы уже говорите больше 20 лет, хотелось бы тогда остановиться кратко и сказать, диагностика кармы это, вот эти два страшных слова, которые многих пугают и приводят в ужас, карма, на самом деле ничего страшного в этом нет. Вот как бы вы сформулировали для начинающих, карма это? В классическом варианте это закон причины и следствия. Дело в том, что если Вселенная едина, то она едина в пространстве и во времени. И если она едина, то следствие и причина связаны. Если она раздроблена, что-то когда-то был толчок, а сейчас всё движется хаотически. Вот так наша материалистическая наука пытается представить Вселенную. Но всегда был другой взгляд на мир. Всё едино, всё связано. Поэтому если я где-то 20 лет назад что-то сделал, то сейчас я могу нести в себе эту информацию. Я могу расплачиваться за свой поступок, который я сделал 20-30 лет назад. То есть единство событий во времени, об этом говорила и древнеиндийская философия, об этом говорила религия. И я, исследуя различные ситуации, я пришёл к тем же самым выводам. Оказывается, не только гены несут информацию. Информацию несёт наше поле. И полевая структура первично оказывается по отношению к нашему телу. Говоря простым языком, душа и дух первичны по отношению к физической оболочке. Учёные пришли уже к этому же самому выводу. И квантовая механика, и Эйнштейн, который говорил о том, что физические параметры материального тела определяются полевой структурой. То есть поле первично по отношению к материальному объекту. Если поле первично, то можно предположить, что главная генетическая информация только дублируется нашими генами, а она кодируется в поле. Значит, все наши мысли, чувства, наши поступки кодируются нашей полевой структурой. Более того, информация о наших чувствах и поступках, она передаётся по роду. По роду передаются не только черты характера, не только внешний вид. По роду передаётся и страстность, и желание, скажем, осуждать людей, или наоборот, альтруизм и благородство. Всё это идёт по роду. Об этом всегда было известно. Но в силу некоторых причин решили объявить о том, что дети раздаются совершенно чистые, никакой наследственности, кроме физической, нет. Это, в принципе, связано с религией, потому что сама идея того, что человек отвечает за свои поступки, о том, что грехи родителей влияют на здоровье детей, Эта идея подрывала, так сказать, главную идею христианства – прощение грехов. Если человек отвечает в какой-то степени за грехи родителей или за свои прошлые жизни, то тогда просто подойти, простить ему грехи не получается. И вот здесь чисто человеческие, может быть, коммерческие интересы, связанные с религией, они вытеснили реальные знания. Сейчас, кстати, процесс идёт всё-таки обратный. Сейчас начинают признавать о том, что да, действительно, дети наследуют энергетику родителей, дети наследуют их где-то даже мировоззрение. Самое интересное, что эксперименты уже над животными это доказывают. Крысу обучают в течение нескольких дней каким-то, скажем, найти выход из лабиринта. Проводят эксперименты и, так сказать, обучают каким-то нехитрым, так сказать, логическим выводам адаптации и приспособлению к новым ситуациям. Потом крыса беременеет, потом её крысят воспитывает другая мать. Так вот, у этих крысят, когда их ставят в такие же условия, выясняется, существует память. Они в несколько раз быстрее задачу решают, чем те крысят, у которых мамы не знали этого. Что получается? Что информация, усвоенная организмом за несколько дней, как-то кодируется, передаётся потомству. И можно назвать это генетическим путём, но если ген помнит то, что произошло в течение нескольких минут, должна быть невероятная, колоссальная память у наших генов. А это просто невозможно на физическом уровне. Вывод только один. Физический генотип дублирует генотип полевой. Главная, так сказать, информация о человеке – это его поле. Так вот, его поле записывает всё, что с ним произошло, что произошло с его родственниками. И это сейчас, в принципе, уже научный факт. Вспомните, очень любопытный факт, когда космонавт на орбите говорит, «Я видел, реально видел, как я был динозавром». Вспомните, когда маленькие человеческие зароды, что он сначала имеет? Хвост, жабры. Почему? Это память о том, какие были наши предки. Но не просто на физическом уровне. Оказывается, мы помним о том, что было с нашими предками за несколько секунд, миллионы лет назад. То есть наше биополе имеет абсолютную информацию о нашем прошлом. Какой вывод? А вывод простой. Всё, что мы сделали когда-то, оно сидит в нас сейчас. И мы связаны с нашим прошлым. Если ты в прошлом грешил, ты будешь страдать. Если ты делал благие поступки, то тебе свыше помогут, и ты будешь чувствовать себя нормально. То есть, оказывается, связь времён существует. Так вот, закон кармы, который говорил достаточно наивно и примитивно о том, что если ты нагрешил, то родишься котом или баобабом, а оказывается, этот закон кармы существует. И этот закон, это всего-навсего, так сказать, единство времени. Это единство, это память универсальная, которая существует и кодируется полевой структурой. И эта память связывает родителей и детей. Именно этот механизм уже не называется кармой, но чётко описано в Ветхом Завете. За грехи родителей потомки до четвёртого или до десятого колена наказываются. Значит, закон кармы, закон причины и следствия, это всего-навсего закон, который, так сказать, сейчас открыт и наукой. Это закон о единстве Вселенной, о том, что вся Вселенная едина, о том, что время, так сказать, первично, а полевая структура рождает из себя материальную. Так вот, вся информация хранится в полевой структуре, а не в материальной. Материальная только дублирует. И полевая структура, так сказать, держит все наши поступки, наши события, наши мысли и чувства. Отсюда вывод простой. Человек с неправильностью ведущей, с агрессивными мыслями, с неправильными чувствами, совершающий неправильные поступки, он уже определённым образом разрушает своё будущее. В Ветхом Завете сказано, у злого человека нет будущего, светильник нечестивых угаснет. Что это такое? Это есть закон кармы. Кто такой злой человек? Это тот, кто внутренне разрушает, так сказать, окружающий мир своей агрессией. Разрушая окружающий мир, он разрушает не только настоящее, но и будущее. И потом вдруг получается, что у него умирают дети, внуки, правнуки, или тяжело болеют. Но есть ещё очень важный момент. Многие считают, что закон кармы – это вот «веди себя нравственно, хорошо по отношению к людям, и тогда будешь всегда здоров». И тут же возникает вопрос, а вот хороший, добрый человек, почему он болеет? Так вот, он добрый сейчас, может быть, последние 20 лет. Какими были его родители, какой он был в прошлой жизни, мы не знаем. Это первое. Второе. Добрым нужно, в первую очередь, не к людям. В первую очередь, добрым нужно к Богу. Что такое быть добрым к Богу? Снаружи мы общаемся с людьми, а внутри наша душа общается с Богом. Поэтому, если мы правильно относимся к Богу, то если в нашей душе всегда любовь, если у нас нет осуждения мира, если мы умеем принимать божественную волю, если мы не испытываем ненависти к себе, уныние, недовольство судьбой, это есть протест против Бога, против её воли. Если внутри у нас любовь и принятие божественной воли, что свойственно для людей верующих, то это и есть правильное отношение к Богу. И в первую очередь, именно это определяет наше здоровье и нашу судьбу. А потом уже, на втором уровне, как мы относимся к людям. Если я хочу обворовать, если я завидую, если я жесток с другими людьми, если я презираю и осуждаю, рано или поздно у меня начнутся болезни, проблемы и потери. Не только у меня, но и моих детей. Поэтому мы можем говорить о двойном уровне законов кармы. Это отношение правильного поведения к Богу и отношение к людям. В конце концов, отношение к людям, это, так сказать, и есть отношение к Богу. Потому что человек – это внешнее проявление божественных сил. Но тем не менее, если человек очень хорошо ведёт себя по отношению к людям, но плохо ведёт себя по отношению к Богу, он может болеть, умирать и быть несчастным гораздо больше, чем тот, кто внутренне, скажем, достаточно внешне неправильно себя ведёт, но внутри этот человек не озлобляется, не осуждает, принимает божественную волю и достаточно добродушен. Так вот, это тот парадокс, который очень многим не давал покоя. И люди говорили, где же законы кармы, почему добрый страдает, а злой процветает. Так вот, внутри человек может быть злым, а снаружи он уже стал добрым. Но он ещё долгое время будет отвечать, вероятно, за свои прошлые жизни или за свой род. Ещё один очень важный вопрос. Меня в Польше донимал корреспондент. Он говорит, ну скажите, почему дети отвечают за грехи родителей? Где справедливость? Я говорю, вы знаете, это несправедливо, я с вами согласен. Но это закон. Вот когда летит самолёт, и там летит пилот, и пилот делает ошибку. Самолёт падает, и погибают пассажиры. Где здесь справедливость? Нету её. Но это закон. Сидите в одном самолёте, следите за пилотом. Пускай пилот понимает, что пьяным садиться нельзя, что нужно выполнять правила. Пускай его публика контролирует и отказывается садиться в самолёт с пьяным самолётом, с пьяным пилотом. Но родители не выбирают, как и пилотов, как правило. Так вот, если человек внутренне меняется в лучшую сторону, то негативная наследственность от родителей может разрушаться, перекодироваться. Вот это очень важно понять. Что, так сказать, в индийском законе кармы нет понятия изменения и разрушения, так сказать, своих прежних грехов. Есть понятие простое. Ты нагрешил, ты должен отстрадать. Грех – страдание. Других вариантов нет. В иудаизме понимание, так сказать, углубляется. Возникает ощущение, что грех можно всё-таки как-то простить, что человек может измениться. Но чётко и красиво это изложено в христианстве, где через изменения можно закрыть любые грехи. Можно перекодировать, можно стать другим человеком. И тогда грехи снимаются. Но без понятия «любовь» измениться и снять свои грехи невозможно. Так вот, всё христианство базируется на понятии «любовь к Богу». Мы – дети Божьи, и мы состоим из любви. И вот именно эти главные установки приводят к тому, что человек может меняться и закрыть, так сказать, все те ошибки, которые он вольно или вольно делал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!